Азарт в игре сильнее страсти в любви, поэтому частенько вместо здорового соперничества и взаимоуважения, о которых я уже делал в выпуске, вы можете его посмотреть в конце видео, спортивным фанам приходится наблюдать очень некрасивые и подлые поступки. Приветствую вас крепкие фисташки, сопротивляющиеся пивным рукам. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на моменты настоящего беспредела в спорте. Нельзя простить человека, который обманул твое доверие, а простить гонщика, который не смог обогнать и решил взять на таран, тем более. Но сладкая месть поверженного летчика привела в восторг всех зрителей, а его красивая погоня с ненормативной лексикой и желанием убить беспредельщика выше всяких похвал. В 20 лет человек беспокоится, что о нем подумают другие, а в 40 понимает, что другие о нем вообще не думают. Так же бывает и у бойцов. Сначала проигрывают нокаутом, а потом решают избить рефери, чтобы унести с ринга хоть какую-то победу. Что может быть мстительнее обиженной женщины? Только женщина-спортсмен. Как показала практика, забить гол – это не главное. Главное потом дожить до конца матча под постоянным подлым прессингом мстительной сучки. У нас всегда было две проблемы – дураки и дороги. Но если одно можно легко решить с помощью асфальтоукладчика, то что делать с дорогами до сих пор непонятно. Так же и непонятно, что делать с бойцами, у которых срывает крышу. Отправлять в обезьянник, чтобы успокоились. Или сразу нокаутировать. Реф-реф урозни. Поэтому обижать рефери в хоккее не стоит. Это вам не футбол. Он падать на газон и плакать не будет. А сразу бросится в рубку. Алмаз от стекляшки отличают по блеску, а хорошего бойца от плохого – тем, как он принимает поражение. В этом поединке боец в красном жилете получил травму во время боя, и его команда выбежала на ковер, чтобы залечить ногу. Но время боя никто не останавливал. И, конечно же, оно успешно вышло. После чего реф объявил победителем бойца в синем жилете. Но раненый кубинец посчитал это несправедливым. И решил всем доказать, что он достоин медалей, нокаутировав ничего не подозревающего рефери. За что он и его тренер были пожизненно дисквалифицированы. Прекрасный цветок и в поле травы не затеряется, а хороший спортсмен в любой ситуации не растеряется, даже когда это и не нужно. Баскетболист потерял кроссовок, а когда его коллега хотел ему его вернуть, соперник посчитал, что это будет главным перехватом в его жизни. Жизнь – это книга. Правда, у некоторых она вся в жиру и утоплена в пиве. А схватка – это наука. Но когда ты почитатель искусства чхарька, для тебя нет правил. Есть только победа смертельным захватом орла. Нет более безопасной работы, чем рефери в теннисе. Сидишь высоко и далеко, никто тебя не трогает и не достанет. Но так было до того момента, пока не появились психованные теннисисты. Для блеска алмазу нужна шлифовка, а человеку – образование и опыт. Но есть бойцы, которым уже ничего не поможет. Ведь у них нет чести и элементарного уважения к сопернику. Какой лучший способ отпраздновать победу? Конечно, засадить кулак рефери по яйцам. Это все запомнят надолго, а заодно и твой бросок. Когда стремишься к победе, главное – не навреди себе. Жизнь и время – два мудрейших учителя. Жизнь учит не подлазить под удары, а время учит вовремя убегать. Многие думают, что им все должны, но забывают, что у них никто ничего и не брал. А вот бойцы всегда должны проявлять уважение к сопернику. Но иногда можно и показать кунг-фу шоу. В споре выигрывает тот, кто первый замолчал и ушел. А принять поражение молча может не каждый. А тот, кто может, покажет, а не скажет. Бедного и свои корят, а богатого и чужие хвалят. А вот кого веселят поцелуйчики между мужиками – догадайтесь сами. Когда игроки начинают играть по своим правилам, рефери это очень не нравится. Зато игрокам нравится потом делать вид, что они готовы всех убить, если бы их не держало 20 человек. Без денег на базар не ходят, а без характера в хоккей не играют. Но если раньше мужики рубились в стойке кулаками, то после популярности ММА поняли, что добивать можно и лежачего, а еще лучше клюшкой. Прожить жизнь просто. Сначала слушаешь родителей, потом жену, потом детей. А выиграть схватку в дзюдо еще проще. Сначала смотришь мои видео про секретных мастеров, а потом применяешь технику дикого волка на сопернике и откусываешь ему к херам руку, вырывая кадык. Настоящему футболисту не обязательно попадать по мячу. Главное попадать по ногам соперника и не сдаваться, даже если с первого раза не получилось его скосить. А потом удивляться красной карточке и судейскому беспределу. Без невестки свекрови не бывает, а вот без голов победы бывают. Прямо как у девчонок в регби. Пропустил гол, пошел и дал со всей злости по пузу тому, кто его забил. Вот так победу на свой счет и запишешь. Без противников драки не бывает. Но не стоит расстраиваться, ведь их всегда можно найти. Прямо как этот голкипер пропустил мяч, дай по яйцам тому, кто его забил, чтобы в дальнейшем неповадно было. Ну а напоследок я хочу вам пожелать никогда не отступать от цели и всегда идти до конца. Прямо как этот волейболист, который вытянул безнадежный мяч и тем самым дал возможность команде забрать очко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой самый подлый поступок в спорте или кабаке делали вам. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. А если вы хотите поддержать канал, вы можете стать спонсором или задонатить на кошелек Юмани любым удобным способом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Клодрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Клодку вырываю, включится, это включится, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающийся. Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Шарики солнечные. Старим. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убит. Успевайте. 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 Успевайте.